Сергей, ну давайте тогда не разу за все время, то что мы общались, во всяком случае я с вами, не задавался такой вопрос, ну вы руководитель школы, мы сейчас с вами, как вы конкретно говорите, уровни образования. Ну, по вашей системе, вы сами, скажем, эту систему создали, то есть нет смысла, наверное, идти на второй, надо по очереди брать первый уровень, второй уровень, третий уровень. Это идеальный вариант, да, от простого к сложному. Сколько занимает первый уровень обучения в вашей школе и каким образом это происходит? Вы записываетесь на курсы, русская школа Таро, находите это в интернете, записываетесь на курсы. Вот у нас скоро как раз будет Таро старт. Да, курсы идут в реальном времени или это запись? Часть в реальном, часть в записи. В реальном времени мы с вами проводим обратную связь, то есть вы смотрите записи, вы выполняете домашние задания и потом я вам даю обратную связь по вашим домашним заданиям. Ну, то есть для того, чтобы я с вами поговорил, вы должны что-то сделать. Тогда я вам говорю, вот это было хорошо, вот это плохо, вот это надо доработать, вот здесь там провалы, вот здесь успехи и так далее. Первый курс, курс Таро старт, он очень интенсивный. Он рассчитан на то, что вы в течение месяца смотрите теорию. Это 8 больших блоков. Ну, то есть каждый блок это отдельная масть или отдельная там придурная карта или половина старших арканов. И выполняйте домашние задания. И еще месяц на то, чтобы сделать домашние задания повышенной сложности. Вот 2 месяца на то, чтобы овладеть. Если вот так сравнивать, переводить, это уровень ПТУ. ПТУ-техникум где-то. Техникум. Да, ПТУ-техникум. И что человек прошел этот первый уровень, он получает возможность или способности для того, чтобы делать самому консультацию или этого мало? Этого немного. Но этого достаточно. Вот есть врач, да? Но не то, что даже консультация, сколько для самого консультации. А есть фельдшер. Да. Помощник врача. Помощник врача. Но тем не менее, фельдшер в сельской больнице, фельдшер в медпункте, в каком-нибудь травмопункте, он, по-моему, не справляется с первичными проблемами. Или же знать, что это уже не его уровень компетенции, он отправляет от человека в дальнюю больницу. Но оказать первую помощь, он по мне, или там выписать лекарства, ну ты не знаю. Способен, да? Да, по мне способен. Понятно. Скажите, так, это, так скажем, первый. Но самый идеальный вариант, это надо пройти три уровня, правильно? Основной, это второй. Основной, второй. И чем он отличается с первого? Третий, это уже академия. Время. Второй уровень, это полтора года. Полтора года? Мы можем выучить быстрее, не вопрос. Я на вас вывалю все, и вы утонете. Понятно. Если хорошо работать, вот так, как должно быть. То есть, я говорю об идеальных условиях, об идеальной ситуации. Раз в неделю вы смотрите лекцию, достаточно большую. В течение недели вы выполняете домашние задания. Каждые две недели у нас с вами обратная связь. Домашнее задание, это и проверка карты, того, как вы усвоили материал, и чтение раскладов, и ведение консультаций, учебных консультаций, с разбором того, как это все происходило. Вот это уже, ну, такой очень серьезный уровень хорошего института Гарварда. Даже так? Да. А вот третий уровень, это уже академия, это аспирантура, докторантура, там, и так далее. Это далеко не всем нужно. Вот после второго уровня, после второго Таро-Профи, уровня Таро-Профи, ты действительно делаешься профи. Ты можешь работать, ты знаешь тонкости, ты знаешь нюансы, ты знаешь детали. Ты, самое главное, что ты не просто это все выучил, ты понимаешь, как сам вот этот механизм, как тебе учиться дальше, как тебе развиваться. И потом ты же учишь не только в этой ситуации карты, ты учишь еще некоторые смежные дисциплины, которые должны тебе помочь в понимании карт. Это и мини-курс по ведению бизнеса, и по организации бизнеса, и по юридическим вопросам, и даже есть курс по преподавателям. И по-моему, я единственный, кто вообще делает курсы подготовки преподавателей Таро-Профи. Даже так? Люди, да, дважды мы проводили их, и люди, которые их изучили, они просто ведут теперь свои курсы. Я учу их, как делать курсы по Таро-Профи, как создавать семинары, ну, то есть, все эти тонкости мы изучаем. И все, и вот здесь ты уже профи, ты можешь работать вообще без оглядки на кого бы то ни было, ты спокойный, уверенный, грамотный специалист. Ну, это тяжелая работа. Я не сомневаюсь, любая, вообще, учиться это всегда тяжело, особенно учиться тому, чего ты не знаешь, особенно учиться не когда тебе там 7 лет ты пошел в первый класс или 6 лет, а учиться, люди приходят учиться, естественно, ну, в относительно зрелом возрасте, это еще более тяжело. Опять же, есть свои какие-то обязанности. Вот скажем, то, что связано с магией, вхождение в аркан, вот такое, получаю иногда, давайте мы сейчас все сосредоточимся и войдем в этот аркан. И когда мы войдем в него, в этот аркан, мы получим возможность управлять какой-то реальностью и влиять там чуть ли не на мир. Есть такое? С вашей точки зрения? Ну, насчет влиять на реальность и влиять на мир, это я не знаю. Я вам расскажу две истории. Первая история была со мной. Я уже несколько лет работал с картами, но у меня было две карты, смерть и дьявол, которые я знать знал их, но я их не чувствовал. У меня не было вот внутри того, что отзывается на эту карту. То есть, это вот только на уровне разума я знал эти значения. Карты, это ваши карты, вы имеете в виду? Вторую? Нет, просто карты. А, просто карты абстрактные? Да, да. И я, в конце концов, просто сделал две медитации, очень глубокие, по нескольку часов я вошел туда, и я понял эти две карты. Они для меня открылись, я их почувствовал, я понял, что они значат. Они перестали вызывать у меня вопросы, когда они мне попадают в расклад. Вторая история, которую я вам расскажу, это была уже с моим учеником, и я их учил ходить в карту, для того, чтобы войти в некое состояние, для того, чтобы спроецировать это состояние на реальность. Значит, он работал охранником в пионерском лагере. Ну, это уже называлось не пионерский лагерь, но реально это все еще был пионерский лагерь. Отдых на море, значит, он поехал туда отдыхать, и заодно работал там охранником. И вот местные ребята пришли на стадион драться, их пришел человек 20. Приехали милиционеры на мотоцикле, но они боятся к ним подойти, потому что 20 ублюдков, недоумков, с палками, со всеми ерундой и так далее. Мой Коля входит в состояние императора. То есть, он превращается в императора внутри себя, в карту номер 4 Старшего Аркана. Император – это такая карта, которой никто не может сопротивляться. То есть, все просто говорят, да, Ваше Величество, и идут делать, что он сказал. Он подходит к ним и говорит, так, построились, вышли за ворота и продолжили там драться. Они построились, вышли за ворота и продолжили там драться. Но в черной магии это интерпретируется, насколько я помню, изменение какого-то физического пространства? Ну, черное, зеленое, белое, я не знаю. Ну, да, это работает. Это так оно, то, что Вы сейчас писали, так оно и есть. Это именно подтверждает. Изменение какого-то, ну, неважно действительно, какая магия, какого цвета, да. А то, что изменение пространства физического состояния, которое вокруг тебя существует. То есть, он изменил это состояние. Да, на курсах магии, я говорю, вот у нас есть жрица. Жрица, в том числе, открывает тайны. То есть, она умеет видеть скрытое, тайное, там, неясное и так далее. Делайте им опыт. Пусть Ваши родные возьмут какой-то предмет и спрячут его. Не говорят Вам, нигде спрятали, ничто спрятали. Вы заходите, Вы входите в состояние жрицы. Попробуйте найти. Ну, и вот, обычно, 70-80% людей находят спрятанные предметы. Интересно, интересно. Ну, и пятый аркан, да, допустим, который, в принципе, дает власть на сознание, если, опять же, в него войти, так скажем. В принципе, такое тоже существует, да? Ну, да, у каждого аркана есть свой. Каждый аркан, вот, каждую карту старшего аркана, и младшего, кстати, тоже. Ее можно рассматривать и как магический инструмент, с помощью которого я могу что-то делать и влиять, и как некую технику, используя которую, я могу повлиять на происходящее, там, в свою пользу или еще как-нибудь. Ну, на магии, а у меня магия, которую я преподаю, она построена, опять-таки, на картах Таро. То есть, в основе лежат понимания и знания карт Таро. То есть, с помощью карт я сперва выясняю, что как, делаю анализ ситуации, а потом я выясняю, как ее можно изменить. И нужно ли примешивать магию. Если нужно, то карта показывает, какие методы, какие техники, какие штуки там надо делать, чтобы, какие ритуалы, как разработать тот или иной ритуал, чтобы это добиться. Ну, магия у вас неразрывная, естественно, связана с Таро. Это, если Таро, это первый, второй, третий курс, то магия, это четвертый и пятый курс. То есть, вы не принимаете учеников, которые не прошли первые три курса. А как я вас буду учить, если вы не знаете карты? То есть, ну, поэтому я спрашиваю. То есть, это неразрывная связь с Таро, правильно? Я могу, да, неразрывная. Я могу вас учить, если вы такой вот умный, что вы одновременно и то, и то будете учить. Ну, не вопрос, хорошо. Вот пишет на скайпе, да, на скайпе пишет мама одного молодого человека. В каком возрасте, если можно, конечно, такое сказать, это, ну, мама волнуется, опять же, как бы хочется, да, внуков понянчить. В каком возрасте этот ребенок собирается жениться? А он собирается жениться? Он собирается жениться, написано, да, стремление есть. Я посмотрю так. Удачный ли этот год для того, чтобы завести семью? Текущий 16. Текущий 16, да. Благоприятно ли это время, благоприятен ли этот год, чтобы завести семью? А то заведешь семью, а потом будешь думать, зачем я это сделаю вообще. Да, тоже момент. И какова вероятность благоприятствования в этой семье? Значит, 19, это Солнце, Император, Жрица, Дьявол и Шут. Вот такие у нас карты выпали. И мы их соберем и переложим еще раз, потому что я сходу вот так не очень понимаю ответ. Потому что, как бы, хорошая карта, но что-то... Что-то есть, да. Что-то есть, противоречит что-то чему-то. Я хотел сказать, карты сами по себе действительно вроде бы. Что-то есть, да. Что-то есть. Правосудие, Императрица, Шут, Жрица и Башня. Вот первый момент. Это не очень благоприятный. Здесь есть множество слоев, которые я вижу. Но, не беседуя с клиентом, я не могу их высказывать уверенно. Потому что, собственно, как происходит прогноз. Мы с вами начинаем беседовать. Ну, вот как у нас это было. Я задаю какие-то уточняющие вопросы. Потому что карта многозначная. Она имеет много смысла, много значений. Вы даете мне, вот как фонарики включаете, я вижу там вправо, влево я отклонился. И потом я нащупываю правильный курс. А вот нас слушает, я прошу прощения, нас мама слушает, потому что она задает наводящий вопрос. У него есть отношения с девушкой. И какие-то странные отношения. С одной стороны, как бы все нормально. С другой стороны, что-то напрягает. Конкретно с этой девушкой сложатся отношения или нет? Здесь, по-моему, это очень конкретная штука. Да, это очень конкретный вопрос. Повешенные, влюбленные, колесница, солнце и руна. У него могут сложиться с ней отношения. Это не будет хорошо для него через время. Понятно. Смотрите, нас теперь, будем говорить так, три человека. Так, три человека об этом знают. Об этом знаете вы, естественно, вы раскладываете. Об этом знаю я, как посредник. Об этом знает теперь мама. Этот человек не знает. Этот ее сын не знает об этом, то, что мы сейчас беседуем. Как вы считаете в таком случае? Об этом надо дать знать этому человеку, который понятия не имеет, ну, слышал, наверное. Но, в самом случае, полагаю так, что не верят в это. Ни во что. Молодые люди, знаете, как. Значит, я по этому поводу много думал. Я читал о том, что вот, когда мы сейчас, допустим, гадали на этого молодого человека, то это произошло вторжение в его приварсе, да? Ну, да, да, да. В его личную жизнь, да. В его личную жизнь. Какого-то рода, да, косвенно пускай даже. Я много над этим думал. В конце концов, я пришел к выводу, это не моя проблема. Я прибор. Но это проблема его мамы, полагаю? Это проблема его мамы. Это проблема того человека, который... То есть она должна сама подумать и решить, стоит ли об этом говорить ему? Она должна сперва решить, нужно ли задавать такой вопрос, имеет ли она моральное право в это вторгаться. Потом она должна решить, нужно ли ему об этом говорить, вот о том, что она узнала. Вот она пишет, у нас тесная связь. Это означает, в общем-то, да, она может сказать, воспримет сын или нет, не знаю. Неизвестно. Ну, хорошо, хорошо. Мы получили, в общем-то... Вы можете написать, если у нас еще есть пара минут, вы можете написать. Я могу сказать то, что я увидел, безотносительно того, правда это или нет, потому что я не могу сейчас... Ну, это надо делать хорошее, большое гадание, чтобы... Скажите, скажите то, что вы видите. Она готова, чтобы я это сказал? Пишет, да. Это очень приятные вещи. Пишет, да. Значит, первое. Я сейчас перечисляю, я еще раз хочу подчеркнуть, это не то, в чем я готов подписаться. Это варианты, которые я увидел. Ну, первое, очень большое давление мамы. То есть, либо он живет с мамой, либо он живет с семьей. Он, она пишет, живет один довольно, достаточно давно. Ну, мама у него живет в голове. Мама у него живет в голове, это правда. Вот, это раз. Второе, он не очень... Здесь можно разные слова употребить. Можно употребить слово самостоятельно, можно употребить слово решительно, можно употребить витальный самец. У меня, я в армии служил, у нас там прапорщик был такой, не буду говорить его имя. Он смотрит на женщину, любая, это безрония, любая начинает раздеваться. Он просто самец. Вот он настолько витальный был, что у них даже мысли возникают с сопротивляцией. Вот у него нет этого. Он больше вшут, больше ребенок, больше какое-то мягкое поведение. Вот его надо брать за руку и вести, а не он берет за руку и ведет за собой. Если это так, тогда он ищет не ту девушку. Или девушка, с которой он сейчас, это не та девушка, которая будет для него комфортна в жизни. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Поймет ли мама? Ну, полагаю, да. Поймет ли сын? Абсолютно, думаю, нет. Потому что дети, это самостоятельные люди. Он очень самостоятельный человек. Вот она там пишет, да. Очень самостоятельный. Давно уже сам, так сказать, по себе. Очень хорошо обеспечен. Занимает высокий пост на работе. Имеет свой, вот она пишет свою квартиру в центре, в даунтауне, в Чикаго, прямо в самом. И, так сказать, очень самостоятельный. Но в то же время во всем советуется со мной. Написано. Да. Значит, она должна ему найти невесту. Она ему должна найти невесту. Окей. Хорошо. Она слушает нас. Я буду надеяться о том, что так оно все произойдет. Ну, это очень интересно. Вопросов много. Не сомневаюсь, что у нас будут вопросы и от наших радиослушателей. Тем более, дорогие друзья, напоминаю еще раз, Центр Сангейтс, интернет-портал радио Центр Сангейтс. Все программы, которые происходят у нас со всеми нашими специалистами, очень и очень компетентными специалистами, они все записываются, они все выкладываются в YouTube, оттуда берется ссылки, и потом они попадают в Facebook и направляются лично специалисту. Так сказать, мы работаем на вас. Могу вам точно сказать, и Сергей подтвердит, то есть, ничего мы не просим, ни от кого. Это большая работа. Записать это время. Для чего все это делается? Я должен сказать, что я очень благодарен и Михаилу, и радиосангейтс за то, что мы вот так чудесно сотрудничаем. Спасибо большое. Центр всего лишь какой-то информации. Информация, она может быть принята, может быть не принята. Кому-то нравлюсь я, кому-то я не нравлюсь. Не имеет значения то, что находится внутри, то, что мы сейчас как раз все сказали. Интерпретация, важно значение этого, как она будет, какая это действительно магия, какого она цвета, не имеет никакого значения. То, что там нарисовано, в принципе, тоже как бы не имеет, оно что-то имеет смысловую нагрузку, смысл. Мы верим или не верим, это наше право, хотим или не хотим, это наше право, хотим учиться, это наше право, но если мы хотим, да, таки учиться, то мы готовы со своей стороны помочь в этом Центре Сангейтс и с помощью наших профессионалов, в данном случае мы говорим о Сергея Сапченко, несмотря на то, что мы находимся в США, так сказать, в Чикаго, а он находится в России, в городе Омск, но тем не менее у нас есть интернет, у нас есть средства общения и мы это и дело, мы общаемся, это великое дело и мы готовы способствовать этому и я с большим удовольствием сам могу в этом участвовать, мне это интересно, почему? Потому что узнавая чего-то новое, это мне помогает в жизни. Астрология, я помню одно определение одного моего хорошего знакомого, он сказал, ну что такое астрология, это не предсказания, это не прогнозы, это карта минного поля нашей жизни, мы идем вслепую и вот если мы не знаем, с каким поворотом, да, нас ожидает эта несчастная мина, то мы можем подорваться, причем последствия могут быть разные, кому-то, извините, оторвет голову и тогда все, на этом закончится, кому-то оторвет руку, что в общем-то тоже не есть хорошо и так далее, кто-то споткнется и повредит себя, понимаете, поэтому это надо было бы знать, а хотим мы в это верить, это наше право, во всяком случае, такую возможность мы предоставляем и большое вам спасибо, Сергей, что вы принимаете в этом участие, ну и кто захочет с нашей стороны или с другой стороны нас слушают в общем-то и другие люди, то что я называю нетворками, которые совсем по-другому, в другой части, они могут, я не знаю, заниматься биржей, они могут заниматься какими-то отношениями совсем другими, но они могут узнать для себя то, что им может помочь, вот все, поэтому еще раз спасибо, на сегодня наша программа подошла к концу, телефон эфира и после эфира это 847-226-9956, вы можете с нами пообщаться, написать нам на скайп, как вот сейчас мы имели вот такое общение, это SunGates, солнечная ворота, SunGates, Sun, солнце, Gate, это ворота, и S на конце, sungates.com и sungatesradio.com это наш веб-сайт, и там можно тоже задавать вопросы, на фейсбуке это тоже SunGates Radio, ну, а школа Таро, Сергей Савченко, набирайте, и выскакивает. Русская школа Таро, русская школа Таро, Таро современностей, сразу вы увидите все регалии Сергея, он не отрицает, я вижу, он уже привык к этому, что он Таро к современности, на самом деле, да, ну, как минимум, миллениум, миллениум тысячелетия, 2000, 2000 год, так что, в общем-то, это все здорово и замечательно. Сергей, большое вам спасибо еще раз, хорошего вам, ну, что вам хорошего поздно, ночи, да? Хорошего сна. Хорошего сна. Хорошего сна. Вхождения несознательно в какие-то арканы, которые вам помогут в вашей работе и в нашем общении. Спасибо. До свидания. Всего доброго и до следующей среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин